Мы на широких просторах дельты реки Селинги. Это одна из крупнейших пресноводных дельт мира. А сама красавица Селинга – самая крупная из рек, впадающих в Байкал. В дельте гнездится огромное количество водоплавающих птиц. Наш путь лежит к островкам, где находится колония птиц из семейства Чайковых. Это Чиграва или Крачко-Каспийская. Как думаешь, вместе пройдемся? Аккуратно, с вас округа пойдем? Ты все время смотри, что происходит, наконец-то. Общая численность популяции этих птиц постоянно снижается. Поэтому ученые-орнитологи ведут непроявленные учебы. Периодически они выезжают на острова и оценивают состояние гнездовых колоний. «Райка!» 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 Островки здесь низкие. Нагонные ветра или подъем уровня воды в реке приводят к подтоплению. Многие гнезда разрушаются, кладки гибнут, а птенцы оказываются на грани выживания. Но таких мест, куда не доберутся хищники, и рядом кормов достатки, немного. Приходится из двух зол выбирать меньшее. Начало гнездования – это самое интересное для орнитологов период. Птицы привязаны к одному месту, и можно многое узнать об их жизни. Чтобы не тревожить птиц, для наблюдения используется укрытие – скрадок. В случае с чигравами какой-то специальной маскировки скрадка не нужно. Птицы не видят в нем опасности. Как только лодка уплывает, они быстро успокаиваются и возвращаются к своим гнездам. Внутри скрадка особой тишины тоже не требуется. Здесь и так стоит такой шум, что можно оглохнуть. Наблюдая за птицами, ученые убедились, что это вовсе не биороботы, управляемые программой природных инстинктов. У них есть личность, индивидуальные особенности поведения, есть смелые и осторожные, любопытные и спокойные, умные и не очень. А жизнь в колонии бок о бок предполагают еще и сложные социальные отношения. Давайте понаблюдаем. Сейчас у птиц главная забота – насиживание и выкармливание птенцов. Чигравы откладывают два-три яйца. Кладку насиживают оба родителя. Обычно большее усердие проявляет самка, но в некоторых парах бывает все наоборот. Период насиживания длится около четырех недель. Когда на свет появляются эти маленькие серые пуховички, в жизни птиц начинается самый важный период. В первые дни малыши растут удивительно быстро. Ей постоянно требуют пищи. Птенцов родители кормят мелкой рыбешкой. В поисках корма они могут подолгу летать над водной гладью, высматривая добычу. Ныряют за рыбой чигравы довольно редко. В основном ловят ее у самой поверхности воды. Наблюдать за процессом кормления невероятно интересно. Настолько все происходит по-разному. Вот, к примеру, рыбешку родители дают птенцу не сразу, а как бы дразнят его, выманивая из гнезда. Возможно, таким образом они приучают птенцов к самостоятельности, чтобы они сами проявляли инициативу. Ну, а этот папаша явно перестарался с воспитанием. Малыш предпочел вернуться к своей маме. А здесь можно видеть, как пары внимательны друг к другу. Самец вкусным подношением постарался выманить самку из гнезда. Теперь она сможет отдохнуть и привести себя в порядок. Бывает, что некоторые птицы ведут себя как-то несуразно. Этот родитель, например, с поразительным упорством раз за разом приземлялся на чужую территорию, постоянно раздражая других птиц. А потом долго искал свое гнездо, чтобы накормить птенцов. В этом случае добыча оказалась не по размеру. Птенец и рад бы съесть, да не помещается. Наконец, родитель и сам это понял. Пришлось съедать самому. Ну, а здесь без комментариев. Что называется, не щелкай клювом. Несколько раз в день почти вся колония неожиданно взлетает и делает несколько кругов. Возможно, это ложная тревога каких-нибудь нервных и пугливых птиц. А может, это такие учения на случай реальной опасности. В период гнездования защитная реакция чиграф достигает наивысшего предела. Когда птицы возвращаются обратно, начинаются неприятности. Гнезда находятся довольно близко друг к другу. И пограничные стычки между парами неизбежны. Продолжение следует... Как правило, дерутся только самцы. Если самки все же вступают в конфликт, то тоже с самками. Но обычно все сводится только к попыткам запугать. Настоящих драк с нанесением физического вреда почти не бывает. Разве что в брачный период такое иногда случается. Постепенно все возвращается к обычной жизни. В гнездовой колонии птиц связывает довольно сложная система взаимоотношений. Тут и подозрительная настороженность к соседям, и терпимость к присутствию других птиц, и внимательное отношение супружеской пары друг к другу. И, конечно же, постоянная забота о птенцах. Чаще птенцов кормит самец. Случается, что малыш не сразу реагирует на корм. Тогда, немного подождав, заботливый отец улетает, чтобы смочить рыбешку в воде. Так птенцу легче ее проглотить. КОНЕЦ Пока самец летает в поисках корма, самка следит, чтобы птенцы не отходили далеко от гнезда. Но бывают и непослушные детки. Тогда приходится и голос повышать, и к жестам прибегать. Много времени птицы уделяют своему оперению. Может показаться, что это у них такой досуг, когда больше делать нечего. Но это не так. Для птиц уход за перьями – жизненно важное занятие. Ведь здоровое оперение – это и защита от внешних воздействий, и возможность уверенно летать. Неподалеку от колонии Чиграф, на другом краю острова, расположилась небольшая группа серебристых чаек. Это опасное соседство. Чиграфам надо быть настороже. Чайки крупнее и агрессивнее. Они не упустят возможности разорить оставленное без присмотра гнездо. Красное пятнышко на клеве серебристых чаек – важный элемент общения. Оно вызывает у птенца врожденную реакцию выпрашивать корм. В отличие от Чиграф, которые плавать не очень-то любят, чайки и сами делают это охотно. И с детства приучают к воде своих птенцов. Уже в возрасте 3-4 дней они свободно бегают и плавают. Гнезда у серебристых чаек расположены реже. Соответственно, и личная территория больше. Птенцы довольно свободно здесь себя чувствуют. Родители в обиду их точно не дадут. К тому же, в случае опасности, на выручку бросаются все находящиеся поблизости взрослые чайки. Ближе к вечеру активность колонии снижается. Птицы успокаиваются и приступают к вечерним процедурам. Малыши тоже стараются все делать, как взрослые. Примерно через месяц эти пушистики уже встанут на крыло. И еще столько же будут находиться под родительским присмотром. А в сентябре птицы покинут это место и с новым потомством отправятся на зимовку в теплые края. Мы расстаемся с этими удивительными птицами и направляемся к еще одной колонии. Но там будут уже другие птицы. Редактор субтитров А.Семкин